Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это телекомпания Обнинск ТВ, программа «Власть» и я, ее ведущая, Марина Ямкина. Сегодня гость нашей студии, художественный руководитель Дома офицеров, режиссер театра студии «Дэми» Олег Леонидович Демидов. Олег Леонидович, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер, Марина! Добрый вечер, дорогие телезрители! Достаточно ли в Огненске площадок для творчества молодежи? Так сегодня звучит наш интерактивный вопрос. Уважаемые телезрители, призываю вас принять участие в нашем голосовании и высказаться. Также каждый желающий может принять участие в нашей беседе. Сегодня у нас прямой эфир, телефон нашей студии 44332 39 впереди. Также задать свой вопрос можно посредством интернет-коммуникации. Заходите на наш сайт www.obninsktv.ru. В правом верхнем углу вы найдете зеленую кнопку «Задать вопрос гостю». Олег Леонидович, пока мы ждем первых звонков от наших телезрителей, я задам вам первый вопрос. К сожалению, не все телезрители могут знать о вашей деятельности. Расскажите, пожалуйста, о себе пару слов, какие-то значимые вещи из вашей биографии и как получили предложение стать художественным руководителем Дома офицеров? Ну, я 32 года живу в Обнинске. Приехал сюда сразу после окончания института. Два года я играл в театре Веры Петровны Бесковой, а потом организовал свой драмкружок. Сначала в шестой школе, потом во дворце пионеров. И вот уже 23 года мой театр является муниципальным учреждением культуры, чему я очень рад и счастлив. То есть я всю жизнь занимаюсь любимым делом. Как говорят, найдите любимое дело. И вам не придется работать ни одного дня в вашей жизни. Абсолютно точно. Как получилось с Домом офицеров? Конечно, когда этот дом перешел в муниципальную собственность, сразу возник интерес и желание что-то попробовать там сделать. Но, как говорится, от добра добра не ищут. В Эврике у меня были хорошие условия для работы. Я там ставил спектакли. Я там проводил фестивали МИК. Это был такой фестивальный клуб. Но обстоятельства сложились так, что в июне месяце я это помещение потерял. Потерял я его и остался на улице в очередной раз. Как раз нам предстояло поставить уличный спектакль. Но где-то его надо было репетировать. И Виталий Сергеевич Пикалов разрешил мне репетировать на сцене дофа. И практически весь вот этот спектакль, который потом шел на даче Морозовой, Вип-Обнинский, он был придуман в стенах Дома офицеров. Оказалось, что там хорошо придумывается. Мы сыграли спектакль. На спектакль пришли очень многие просвещенные зрители. Спектакль имел успех, резонанс. После этого у меня состоялся разговор с главой администрации города Владиславом Валерьевичем Шапшой, где мне было предложено укорениться в Доме офицеров и также подумать о концепции его развития. Олег Леонидович, в каком состоянии достался вам Дом офицеров? Каковы были впечатления от здания, когда вы туда прибыли? Отличные впечатления. Огромное пустое пространство, с которым можно делать все, что угодно. И вот начали теперь придумывать, что именно мы будем там делать. Ну, я так говорил, отлично, и все же понимают, что это на самом деле полтемы. А вторая полтема заключается в том, что там, конечно, когда офицеры покидали поле боя, они с собой забрали все, что там можно было оттуда вынести, поэтому там ничего нет. Там нет ни кресел, там нет ни оборудования, ни сцены, там... Холодно и пусто было. Ну, холодно было летом, но лед тронулся достаточно быстро. Как раз уже летом, осенью, там начались работы по установлению новой системы отопления, новой системы вентиляции, связанной с этой системой отопления, потому что они там работают вместе. Это все было сделано под чутким руководством мудрого хозяйственника Виталия Сергеевича Пикалова, чьим, собственно говоря, филиалом до сих пор является, ну, до сих пор, не знаю, является ДОВ. Так что там очень тепло сейчас, достаточно уютно. Там отремонтировано три класса, и пять творческих коллективов творят в этих стенах. Вы упомянули о концепции учреждения. Каким его видите вы, Дом офицеров? Концепция вещь такая, она, конечно, важно, чтобы она была реальной, и важно, чтобы она не была догмой, чтобы, так сказать, были какие-то представления, какие-то идеи. И я вот даже думаю, что, я вот думаю, как так получилось, что мне поручили эту работу. Я думаю, что, может, это прозвучит нескромно, но вот когда мы сделали этот спектакль на даче по дневникам Морозовой, по пьесам Абнинского, когда там, собственно говоря, ничего особо-то не было, мы просто посадили зрителей, показали им эти стены, и между стенами и зрителями провели диалог при помощи сценического действия. Мне кажется, Владислав Валерьевич понял, что у меня есть какие-то идеи, что я способен их придумывать. Олег Леонидович, вернемся все-таки к концепции. Вот видите, я тяну время на самом деле, потому что концепция была предложена главой. Концепция была такая, собрать в этом пустом пространстве всю молодежь города и заниматься там необычным творчеством. Я решил для себя, что я попробую предложить творческим коллективам, исполнителям попытку осмыслить себя, осмыслить время, осмыслить место и попробовать сделать какие-то номера, программы, которые бы отражали действительность. Потому что, если я вас спрошу про молодежную культуру, вы мне что назовете? Вы скажете хип-хоп, вы скажете рок, вы скажете КВН, граффити. Да, граффити. И все это на самом деле практически всегда адреналин. Адреналин и самоутверждение. Ну правильно, да? Ну да. А вот задать самому себе вопрос и потом задать его зрителям в различных формах. В форме того же хип-хопа, в форме того же, той же как музыкальной композиции, в форме танцевального этюда. Вот такая вот у меня концепция. Олег Леонидович, я бы хотела услышать о материально-техническом оснащении зала. У вас есть амбициозный план, который требует немного, немного 4 миллиона рублей. Расскажите о задумке по реконструкции сцены, холла. Значит, каждый, кто зайдет в зал ДОФа, тот поймет, что тут даже 4 миллионами не ограничишься. Потому что полностью оборудование зала требует еще больших средств. И поэтому вот этот вот амбициозный план, он был основан на двух позициях. Первая позиция была такая. Не создавать в городе Обнинске еще один однотипный зал по примеру классического деления на зрителей сцену. В связи с тем, что есть городской дворец культуры, есть Дом ученых, есть Дом культуры ФИИ. А создать модульное студийное пространство, которое могло бы быть многофункциональным. Где можно проводить вечеринки, дискотеки, выставки, лекции, мастер-классы и классические спектакли. Поэтому, да, и второй позиции была следующая. Поскольку реконструкция зала, по всей видимости, все-таки будет происходить поэтапно. Ну, то есть не получится так, что зал сейчас закроется на полгода, там, значит, будет проведен супер-пупер ремонт, и потом он откроется. А это будет по принципу, вот в приключениях Чаполина был такой человек, который кирпичик устроил домик. Кум-тыква, по-моему, он называется. Домик-тыква. Домик-тыква, да. Вот мы, по всей видимости, в данных экономических реалиях, да, будем вынуждены заниматься домиком тыквы. И появилась идея отвлечь публику от стен и в середине зала создать арт-объект, который представляет из себя квадратную ферму с качественным светом. Так. И под этой фермой, поскольку там ступеньки, построить квадратный подиум. И таким образом перенести внимание публики от, ну, не рассеивать его на объем, а сконцентрировать его в центре. Так. И какие планы на эту конструкцию? Что с ней можно делать? Ну, во-первых, эта конструкция может собираться тоже, как, ну, как собирается компьютер. То есть он там вешается в ферму, на нее вешаются два фонаря. Потом вешается еще два фонаря, потом вешается еще три фонаря. И получается дискотека. Потом, ну, там хотя бы должно быть, ну, четыре пока. Понимаете? Потом, значит, эта ферма, она в идеале должна быть на лебедках, чтобы ее можно было опускать, все там менять, поднимать. Но, предположим, ну, нет пока средств на лебедки, да? Мы ее повесим на крюки. Потом сделаем лебедки. И самое, ну, безопасное для этой конструкции, то, что если вдруг вся эта затея с домом офицеров, ну, растворится в воздухе, то эту ферму можно снять и перенести в любое другое место. Например, к вам в студию. Объясните для наших телезрителей, что же, в каких мероприятиях может задействована быть вот данная конструкция? В театральных представлениях, в музыкальных концертах, в лекториях, в выставках. Да, замечательно. Здесь я еще должен добавить, эта идея прорабатывалась нами совместно с общественной организацией «Городской клуб», который руководит Арсений Михеев с товарищами. И архитектурное бюро под руководством Стаса Кашина, они давно уже носились с идеей полной реконструкции дома офицеров. И я их немножко сориентировал от... Они хотели снести все перегородки, сделать новое пространство. Это, на самом деле, правильно, прекрасно, по примеру известных винзаводов, флаконов и так далее. — Помещение в стиле лофт. — Да, помещение в стиле каворкинга. Ну, так, в широком смысле. Я же сконцентрировал их внимание, собственно говоря, на зале, на всех тех переменах, которые коснутся именно... Потому что они не очень акцентировали на этом. То есть я считаю, что центром творческого пространства ДОВ должен быть зрительный зал. Ну, многофункциональный зрительный зал. — Нашим телезрителям я напомню, что сегодня гость нашей студии художественный руководитель Дома офицеров, режиссер театра студии «Деми» Олег Леонидович Демидов. Достаточно ли Львовнинский площадок для творчества молодежи? Так сегодня звучит наш интерактивный опрос. Уважаемые телезрители, призываю отдать свой голос за понравившийся вариант ответа. Также вы можете задать вопрос нашему гостю. Сегодня у нас прямой эфир. Телефон нашей студии 3944332. Оставляйте также свои вопросы на сайте www.obninsktv.ru. В правом верхнем углу вы найдете зеленую кнопку «Задать вопрос гостю». Олег Леонидович, у меня такой вопрос. Какие городские коллективы получат постоянную прописку в стенах обновленного Дома офицеров, и кто там уже обосновался? Есть ли договоренности сегодня с какими-либо коллективами? У нас там пятеро. Там работает, кроме моего театра, вокальная студия Игоря Милюкова. Они вот только стартовали. Там работает школа танца Ильи Филиппьева. Там работает танцевальная студия «Ариба», музыкальная группа «Шейк». И иногда площадку, сцену используют различные городские структуры, в частности, центры доверия. Кто я собираюсь пригласить туда в первую очередь, самое совпадающее с духом и задачами молодежного центра мероприятие – это фестиваль молодежной культуры «Ветер перемен», который проводится в Доме культуры ФИ, руководит им Евгения Клавидзе. И, в общем-то, достигнута договоренность, что если мы к весне приведем зал в рабочее состояние, то этот фестиваль пройдет на сцене творческого пространства ДОВ. С управлением образования им понравилась идея проводить межшкольные фестивали, такие, например, как танцующая школа, файе, ДОВ, фестиваль школьных театров на сцене ДОВ. Но для этого нужно решить, куда спрятать вещи, которые там сейчас находятся. Они просто используются под склад, и не очень понятно, куда это все убрать. Моя, конечно, ну так не боль там, но, в общем, в этом году должен был состояться фестиваль МИК, он проходит в декабре, через год, и мы не смогли его провести, отчасти потому, что не смогли собрать средства, а отчасти потому, что фестивальный клуб, которым была Эврика, он сейчас для нас потерян. И фестиваль МИК тоже с удовольствием, я думаю, все мои друзья и гости приедут в Дом офицеров. Олег Леонидович, какие планы у вас, как у руководителя театра-студии ДЭМИ на Дом офицеров? Здесь я должен сказать самую приятную для меня вещь. Моему театру через неделю исполнится 30 лет, и за эти 30 лет у меня было несколько коротких периодов, когда у меня было свое помещение для работы, в которое я мог прийти в любое время дня и ночи, и уйти, когда я захочу, и ни с кем его, в общем, не делить. И начиная с сентября месяца у меня есть большая комната, где можно не только репетировать, но даже устраивать какие-то показы, которые, собственно говоря, и пройдет уже через 10 дней. Мы попробуем сыграть Шекспира «Сон в летнюю ночь». Так что моя корысть удовлетворена. Теперь по поводу большого пространства. Сейчас самая модная фишка в Москве – это иммерсивный театр. Так, расскажите. То есть это спектакль «Бродилки». Квесты? Да, то есть когда собирается небольшая группа зрителей, которая платит приличные деньги, и их начинают мучить различными… Закрывать везде. …хэппингами, да. И я буквально в субботу был на подобном спектакле, который поставили бывшие студенты школы «Стюдий МХАТ». Он играется на огромном бывшем заводе, пустом. То есть они должны выбраться из театра, получается? Ну, в общем, там он еще посвящен. Он называется «Слон». Это Соловецкий лагерь особого назначения. Он основан на текстах советской драматургии. Такой… Ну, то есть это было… Вот как раз я увидел какие-то возможности для того, чтобы пока… Идею, почерпываю. …пока, ну как бы «нет худ без добра», что называется. И у меня есть идея попробовать поставить какой-то спектакль иммерсивный. Пока дом офицеров по антуражу соответствует. Да-да-да-да-да-да. Вот. Олег Леонидович, каких вложений из городского бюджета будет требовать дом офицеров? Или вы предполагаете, что это будет самоокупаемость? Ну, сами понимаете, да? Ни один театр в мире не является самоокупаемым. Ну, кроме, конечно, антреприз, который использует звезд в качестве приманки для фанатов. Поэтому я не осмелюсь, конечно, говорить о самоокупаемости. В данной ситуации важно, чтобы мы хоть немного стали зарабатывать. Чтобы мы вот эти услуги, которые мы все равно должны оказывать, да, по муниципальному заданию, чтобы зрители приходили и согласны были оставлять там средства, которые в итоге-то все равно пойдут как раз на апгрейд. Олег Леонидович, сколько человек примерно будет заниматься в стенах Дома офицеров? Как вы предполагаете? Сколько молодежи удастся задействовать? Ну, я не буду, я даже не хочу считать. На самом деле, задача моя, чтобы было много. Вот сейчас я могу сказать, сколько занимается, сколько человек посещает Дом офицеров? Ну, знают туда дорогу человек сто. Вот участники этих коллективов моего и остальных. И, конечно, это при таком объеме, это мало. Олег Леонидович, вот если люди, которые были в Доме офицеров, ну, понимают, что это непросто сделать, даже с условием том, что там стоит шлагбаум, как вы вообще планируете это сделать? Это же нужно там обходить как-то, чтобы туда люди шли. Ну, это, как бы, простая идея, одна сложная. Сложная идея заключается в том, что можно сделать отдельный въезд с улицы Красной Зорь. Там Владимир Ильич Ленин стоит, как раз у нас рядом с ДОФом, и показывает на забор. И он как раз показывает нам, что надо сделать ворот в этом месте. А простая идея, ну, вот моя личная идея, которая, я думаю, все-таки осуществима. Дело в том, что, вот я, например, прихожу в тот же ГИТИС, на этот режимный объект. Ну, как, там сидит вахтер, да? И там сидит человек со списком, и я по своему паспорту могу туда войти, под честное слово, на три часа. Я вот думаю, что, может быть, как-то договориться, потому что там, когда будут мероприятия, будет негде парковаться просто вокруг, чтобы по каким-то специальным талонам разрешали на три часа заехать внутрь, поставить автомобиль. Потому что, знаете, это как бы мелочь, конечно. Но вот этот КПП. Но я бы не сказала, что делать. Я не трогаю там вопрос о смысле его вообще как бы наличия. Да, это не наше дело. Но вот, может быть, можно... Знаете же, что даже когда был в Москве финал по футболу, да, то выдавали двухдневные визы всем. Ну, как бы без запроса. Просто вот на эти два дня выдавали такие визы. Вот так. То есть... Ну, как, я не знаю, это непонятно объяснить? Нет, для меня это все понятно. Потому что это, конечно... Я просто представила... Все говорят, да какие пустяки там пройдут? Я просто представила, как жители Наукограда получают визу для того, чтобы пойти в Дом офицеров. Ну, вот квест опять. Да. Опять квест. Ну, что ж, Олег Леонидович, я вам желаю только удачи, и чтобы все ваши планы, они все-таки реализовались. Дело у вас непростое, но благородное. Я читал у Солженицына, но он, наверное, тоже не его текст, что надо честно разводить свой костер, и огонь упадет с неба. Да, у нас остается пару минут, поэтому я предлагаю обратиться к нашему интерактивному опросу. Достаточно ли в Обнинске площадок для творчества молодежи? 113 человек ответили «да», и 72 человека говорят, что недостаточно. Ну, вот у нас есть уже 72 человека, которых мы с удовольствием приглашаем к себе. Да. У нас 113 тоже приходите. Конечно. 72 человека после открытия обновленного Дома офицеров позвонят нам и скажут, что теперь-то уж площадок достаточно. Я думаю, так. Ну, площадок-то действительно достаточно. Что, как говорится, ну, домов культуры много не бывает. Так, ну, хорошо. Ну, что ж, Олег Леонидович, время прощаться? Да. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо, что рассказали о своих планах амбициозных. Что ж, это была телекомпания Обнинск ТВ, программа «Власть» и я, ее ведущая, Марина Ямкина. Смотрите нас каждый вторник, четверг, в 18 часов 30 минут. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин